Увереннее, увереннее, вращайтесь. Давайте закрутите в нем воронку, чтобы пошла прям, ведьмы должны прилететь. Так, пиногриджо. Возвращаемся от сердечных заболеваний на девичник снова. Чем хорошо еще для девичника? Тем, что вы можете брать разный уровень сахара и разный уровень стоимости. Я такая весна, там что-то вот такое свежее. Чуть мел такое. Оно минеральное, оно свежее, оно как бы цветочное. Действительно, оно такое все-таки девочковое. Не чувствую сейчас яркого запаха. Возможно, почувствую вкус. Если денег побольше, можно взять вот Дьюси Джи, Вальдобьян, наверное. Девичник у нас уже продолжается. Мы просека попили. Теперь мы пришли уже к чему-то покрепче. Я вот сейчас буду на вас испытания проводить. Побуду кроликом. Прекрасно помоем. Друзья, привет! Вы снова в винной гостиной. И у нас сегодня интересный гость, которого я очень-очень ждала. Юрий Юдич, винный эксперт, продюсер винных мероприятий. Все правильно. Привет, Катя. Рад видеть. Я тоже очень хотел к вам попасть, потому что очень правильно придумали проект. Скажем так, разговоры о вине в более широком понимании, без сужения в какие-то там глубокие сомельешные детали. В этом смысле я вот вам подхожу, потому что я как раз не сомелье, а человек, который занимается бизнесом в этой сфере. Но при этом я имею большой дегустационный опыт, за плечами 10 лет конкурсов разных международных. И, в принципе, знаю вино. Преподаю, кстати, налогию в РАНХИКСе, в Академии народного хозяйства при президенте РФ и так далее. То есть я несу вот это в массы, в большей мере в большие массы. Это в тавтологии. В большей мере в большие массы. Вот, Катя. Мы совпадаем в этой части с вами, Юрий. Поэтому я не могла не предложить ту тему, которую долго вынашивала. Эта тема практически ориентирована, так скажем. Если обычно мы говорили с гостями о сортах вина, в целом о вине, о каких-то его особенностях, то сейчас тема будет простой и применимой. Мы будем выбирать вино для девичника, потому что это часто проблема. Вы представляете, собирается много разных девушек, женщин. Сейчас замуж выходит, ну иногда уже там годам к 30, у всех сложились вкусы. И Юрий нам сейчас поможет, как выбрать для всех, чтобы всем понравилось и праздник получился. Спасибо, Катя, что вы меня позвали на посиделки не только как специалиста по вину, но и по девицам. Конечно, слухи о моей компетенции в этой области немного преувеличены, но тем не менее кое-что я понимаю. Давайте сразу к делу перейдем, потому что, как говорят, что такую серьезную важную тему обсуждать на сухую. А девичник, во-первых, поясните мне, Катя, как специалист, больше разбирающийся, все-таки, в моем понимании, девичник – это было собрание холостых девиц перед свадьбой для того, чтобы пропить невесту правильно. Я именно это и имела в виду. Но вы представляете, невеста уже обзавелась большим количеством подружек из школы, из университета. А, вы имеете в виду, что уже к 30 годам там вообще огромный список? Да, уже, собственно, все мы собрались. Вот у меня год назад был девичник, и я очень долго думала, чем гостить своих угощать. В итоге остановилась на белом грузинском полусладком. И, мне кажется, немножко прогадала, потому что не всем понравилось. Давайте мы с вами, я свои рекомендации дам, а там уж как девицы меня поймут, не знаю. Ну, я начну сразу с вина. И, конечно, мы начнем с просека. Наверное, это самое известное сегодня игристое вино, и редкая девушка, женщина, не знает, что такое просека, покупает его. Ну, я буду открывать бутылку. Я, на самом деле, не самый лучший открыватель бутылок на свете. У вас тут был господин Митрофанов, который вообще... Это волшебник, да. Да, да, он может, наверное, с закрытыми глазами и без помощи рук открыть бутылку. Вот, но я открою вот это замечательное просека. Параллельно я буду очень много про него болтать, потому что просека... Вообще, что для вас просека? Давайте, Кать, так, с вашей... Знаете, когда был наш первый выпуск со Стефаном, я говорила, что все девочки любят, обожают и уважают просека. Так. Я, на самом деле, просека, ну, так, не могу сказать, что это мое любимое вино. Я больше предпочитаю сладенькие, асти, за что часто меня ругают в комментариях, называют необразованный, с отсутствием вкуса, но вот как уж есть, да. То есть нравится мне сладенькое с точки зрения игристых. Просека для меня это еще дополнение к опироль-шприцу. Сейчас, Кать, смотрите, самое... У Сомелье считается громадной ошибкой, если открываешь бутылку и происходит хлопок. Я попробую открыть без хлопка, но если я сделаю хлопок, значит, считайте, что я плохой Сомелье. То есть вот если на конкурсе Сомелье у конкурсанта, который там в финале уже прошел, и вдруг у него хлопок, вот, то все уже, считайте, это все. Дисквалификация. Да, это как падение на фигурном катании, да, то есть... Вот, видите, меня все уже, считайте, дисквалифицировали. Зато начали с огоньку. Да, да, да. Вот, на самом деле, я вас, извините, перебил, но я все понял. Мы с вами будем постепенно развенчивать миф о том, что сладкое – это плохо. Я сторонник того, чтобы люди всегда смело говорили о том, что им нравится, и не испытывали при этом никаких угрызений совести или стыда перед такими так называемыми крутыми Сомелье. Итак, Катерина. Да. Смотрите, такое прекрасное пенообразование, какой перляж. Мы с вами сегодня будем пробовать просека, и я специально выбрал просека, которая, скажем так, немного стоит ступенью выше, чем вот самые массовые сорта. То есть это просека из такого субрегиона Вальдобьядены, которая является зоной более качественного просека. Там холмистая местность, и просека получается более минеральным, более цветочным. И оно стоит подороже. То есть если там просека – это у нас ДИОСИ, так называемый по итальянским законам, то Вальдобьянене – это ДИОСИДЖИ. Ну, вообще, давайте попробуем. Давайте попробуем, да, и расскажем нашим зрителям. У нас с вами не совсем дегустация, а просто встреча и разговор, поэтому мы можем… Да, легкая беседа. Да. Я же правильно понимаю, что это сухое, это брюк? Вы знаете… Я пока не вижу. Давайте посмотрим. Зрение испортилось, к сожалению. Это экстра драй. Экстра драй. Я по запаху попыталась убедать. Да, это сухое, и это… Здесь достаточное количество сахара. Я, к сожалению, сейчас цифры не помню. Но я думаю, здесь уже около 15 грамм. Поэтому оно совсем, как вы говорите, не кислое. Да. То есть у него достаточное количество сладостей. И это, кстати, достаточно… Ну, заметили, что вкус очень сбалансированный. То есть здесь в меру и сахара, и кислотности. Я бы сказала, что он очень легкий. Ну, вот на самом деле, действительно, девчонки только встретились, девичник только начался. И вот открыть его лучше таким легким напитком. Надо разогнаться. Вы еще ждете, когда соберутся все. Открываете первую бутылочку. И вот такой весенний такой легкий-легкий-легкий вкус. Сейчас я уже заговорила как сомелье, да? Немножечко, наверное. Ну, почему нет? Нормально. Вы можете вообще все, что вам приходит в голову, всегда можете говорить про вино. Ничто не является стыдным. Тем более, что вы, как мне кажется, интеллектуальная девушка. То есть у вас юридическое образование. То есть вы закончили университет. Вы же не скажете какую-то глупость. То есть почему вы вдруг, взяв бокал вина в руки, вы начинаете робеть. Этим пользуются часто люди, знаете, которые не очень, скажем, сами где-то в чем-то плавают, да, не уверены, да. И они напускают на себя такую вот важность, как будто бы, зная что-то, чего не знаете вы, я имею перед вами преимущество. Но ведь это не так. Отсутствие знания – это просто вопрос времени, да. То есть вы можете получить знания. А вот получить интеллект, к сожалению, человек не может. Поэтому некоторые псевдо-сомелье, у них интеллекта нет, но есть какие-то нахватанные знания, поэтому и они пытаются над другими людьми получить преимущество за счет этого. Вернемся к Просека. Просека сегодня можно купить за 500 рублей. Но пока не было еще подорожания на вино. Но оно грядет, так или иначе, этот процесс по всем продуктам происходит. То есть у нас растет доллар, растет валюта, и там другие события происходят. Но это Просека, оно стоит дороже, не на много, чем другие. Но оно уже относится, как я сказал, к этому региону Вальдобьянина. Это Диуседжи. Вообще история Просека очень интересна, Катя. Спросите меня что-нибудь про историю Просека. Юрий. Да, Юрий. Да, Юрий. Значит, смотрите, Просека – какая история. Это вообще интересно рассказать. Да, вообще, если честно, я просто боюсь вас нарушить. Нарушить тишину моего мозга. Так вот, Просека – это вообще был виноград, так назывался виноград, из которого можно было делать вино вообще везде. А родина-то в Италии все-таки, да? Нет, я имею в виду в Италии, да. Конечно, это все происходило в Италии. И производили повсеместно для того, чтобы называться Просека, просто можно было делать из винограда Просек. Вот, тогда время шло, и вдруг в середине нулевых, там, по-моему, в восьмом или в седьмом году, тогда был такой мировой достаточно большой кризис, связанный с падением рынков. Ну, вы знаете, наверное. Ипотечный называется. К экономике, да. С Америки началось тогда у них там все пошло. И Америка же, и как раз начались какие-то движения, какие-то инновации, люди стали больше шевелиться. И сделали первое игристое вино в алюминиевой банке. Я люблю с собой на пикничок взять. Да. И тогда это вино называлось Просека, как-то там так. И его рекламировала Пэрис Хилтон. То есть, была там грандиозная рекламная компания, заказали. На своей баночке, наверное, да? Да, она с алюминиевой банкой, там, в своих тигровых этих леопардовых нарядах, в золоте. И такая с банкой с алюминиевой. Ну, представляете, это то есть, вот, чтобы подчеркнуть, что роскошь... То есть, ну, у людей не увязывалась банка алюминиевой и роскошь. И тут привлекли Пэрис Хилтон. Понятно, что она еще, помимо того, что там шикарная блондинка, она еще наследница великого сети Хилтона и так далее. Вот. И, конечно, вот сочетание этих двух вещей. И пошло Просека, Просека. И у итальянцев вообще не спросили. Они такие, что? Подождите, да. А как это вознеслось-то? То есть, я правильно понимаю, что Просека, это... Тогда это слово не было защищено. Ага. И они обратились, пошли суды, они выиграли. И они сделали уже регион Просека. То есть, сорт Просека переименовали в сорт Глера. Вот. А регион зафиксировали на севере Италии. Взяли там Венето часть, а часть во Фреуле. Вот. И этот регион стал... Кстати, название Просека, это вообще деревня Просека. Была как раз во Фреуле. Вот. Интересно, что... Не поверите, но некоторые считают, что у этого слова славянский корень. От слова просека. Просека. Ну, не знаю, что это шутка или шутка легвистов. Да, 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 почему может быть не шутка. Почему бы нам не дать название для Просека. Ну, в общем, короче, образовался уже D.O.C. То есть, это защищенное по географическому наименованию. И теперь только вот этот регион может делать Просека. Там часть Фреуле. Вот. Венеция, в общем, стала делать Просека. И как бы на этом начался его восхождение этой категории. И развитие идет с сумасшедшими темпами. Просто это было связано еще и с тем, что это легко, понятно, узнаваемо. Потому что это пузырьки, которые любят во всем мире. Не только Russian Black Bubbles. Да, то есть, это любят весь мир. Вот. Поэтому и Просека с сумасшедшими темпами растет. Вот. И, конечно, оно нравится всем, потому что оно минеральное. Оно свежее, оно какое-то цветочное. И, наверное, вот действительно оно такое все-таки девочковое. Вот это слово минеральное, как раз я его подыскивала, когда я ощутила этот аромат. Чуть мел такой. Да. И я такая, весна, там что-то вот такое свежее. Да, ну именно минеральное. Знаете, такой весенний дождь по чуть-чуть нагретой земле. Очень такой. И вот Вальдобьянино, это как раз регион, который контролирует еще дополнительно качество. Там холмистая местность, за счет этого перепады температур, хорошая кислотность и так далее. Ну, вот все, что я могу сказать про Просека. Может, еще что-то рассказать? Сильно взлетела Просека вот после этой рекламной кампании с Борис Хилтон. То есть, раньше делали везде. Мне кажется, это должно было быть довольно доступное вино. А сейчас оно приобрело, наверное, некий оттенок такой легкой элитарности. Давайте так это назовем. Нет. Как раз наоборот. Они изначально и хотели его делать много. То есть, у Просека была идея, что его надо делать много. И наоборот, это большая беда Просека. То, что как раз в погоне за вот этим попыткой делать много, они качество иногда роняют. Ну, глира – сорт, созданный Богом для, в общем, игристого вина. И из него плохо сделать уже трудно. То есть, его можно сделать либо хорошо, либо очень хорошо. Вот сейчас мы с вами имеем дело, ну, примерно с вариантом «почти очень хорошо». Почти очень хорошо. Почти очень хорошо. Ну, это как бы не самая вершина. Потому что и чем хорошо еще для девичника, тем, что вы можете брать разный уровень сахара и разный уровень стоимости. И почти всегда это будет удовлетворить всех. То есть, если, например, нет средств много, можно взять по 500 рублей Просека. Это тоже будет хорошо. Если денег побольше, можно взять вот DLCG, Вальдобьян. И, соответственно, можно взять Экстрадрай. Можно взять Брюд, Экстрабрюд. То есть, кто как любит. То есть, если, например, большинство любит послаще, можно брать Экстрадрай. Он сладенький, такой приятный. Просека всегда сухое, правильно? Ну, оно может быть Экстрабрюд, Брюд, Экстрадрай, Драй и так далее. То есть, разных категорий. Но не полусладкое. Нет, нет. Погодите. Сухое. Вообще, игристое вино очень редко бывает сухим. Оно очень редко бывает без сахара. То есть, оно в нем всегда, даже в Экстрабрюде, есть немножко сахара. Там до 4 грамм, до 5. И почти всегда, почему? Потому что игристое вино всегда делается с высокой кислотностью. И это вынести мало кто может. Вообще, кислотность, так, в отличие, как не пытаются вас с Амелье убедить, кислотность – это свойство, которое в винах очень многие пытаются равновесить с сладостью. И поэтому игристое вино почему всем нравится? Потому что там почти всегда добавлен сахар. Это ликер, который добавляют. И, по сути, есть коктейль Кир Рояль, вы знаете, наверное, его. По сути, любое игристое вино – это Кир Рояль. Просто в нем ликера или мало, или больше, 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 больше. Поэтому вы просто, если у вас народ не очень любит сухие, вы берете драй или экстра драй, и все довольны. Вот это вино, оно же сбалансировано по сахару. Да, оно сбалансировано. Вот я знаю, Катя, что вы не любите слишком сухие и не без сахара вина. Сухие сложно пить. Да, и вы… А вот это вино вас не отталкивает, согласитесь? Легко пьется, да. Да, легко пьется. Ну, то есть, какой-нибудь брюд натур – это все-таки, на мой взгляд, на любителя. Зависит от закуски. Ну, давайте к следующему вину перейдем. Давайте к следующему, да. Не можем продолжить эту историю. Юрий, к чему дальше-то перейдем? Собственно, вот мы… Следующее девочковое вино. Я прошу прощения перед всеми женщинами, что я так говорю. Это какой-то немножко снисходительно унизительный оттенок в этом слове – девочковый. Ну, на самом деле, я говорю с любовью, потому что, ну, женщины очень тонким вкусом обладают, на самом деле. Их трудно обмануть. Вот, поэтому они выбирают, как правило, самое лучшее. Следующее, что мы попробуем для девичника – это пиногриджо. Пиногриджо. Это сорт винограда, который известен во всем мире, и, я не знаю, трудно, наверное, найти. Я вот даже, когда в супермаркете так слежу за покупателями, люблю у винной полки постоять, вот эту картину вот этого мужика, супермаркетной тележки, и он звонит, и говорит, ну, что там, Маша, что купить, что там взять? А, что, пиногриджо? А, хорошо, пиногриджо. Ну, она уже, чтобы ему не объяснять этому мужику, ну, что ему, как ему объяснишь, он же там водку пьет. Она ему говорит, покупай пиногриджо, понимаешь, ей проще и ему разобраться с тем, что ему купить. Кстати, к теме баночек, вот, вы говорили про Перрис, Хилтон, баночки и просека, пиногриджо тоже сейчас продают в баночке. Ну, баночный тренд, видите, как вот начался еще, когда? Давно, с середины нулевых. Вот, ну, не сказать, что он прям совсем супер пошел, но вообще, конечно, это удобно. Во-первых, потому что банка – это не только тара для хранения, но и для выпивания. То есть вы налили, вам ни бокалов, ничего не нужно, приехали на природу, банку открыли, она чистенькая, она, ну, ее можно потом там утилизировать как-то, да, поэтому зачем, спрашивается, мучиться? Ну, с другой стороны, у вина есть определенная эстетика, согласитесь, да, и эта эстетика предполагает бокалы, бутылки, вот, ну, я считаю, что вино, как сказать, более природный такой продукт, ну, смотрите, даже тут, по-моему, натуральная пробка, вот, и этот продукт, он, ну, надо, короче, больше пить вина. И если упаковка помогает сделать вино более популярным, более массовым, то это очень хорошо. Юрий, я вот сейчас немножко отклонюсь от темы, пока мы, собственно, открывали это вино. Правда ли или миф, что вино красное сухое, да, мы сейчас не красное сухое пробуем, просто вот вы сказали, что надо больше пить вина, полезно. Бокальчик красного сухого за ужином, я всех хочу спросить, всех гостей, но всегда забываю. Ну, вы знаете, я так вам скажу, что вот я смотрю часто всяких докторов, бокальчик свой я вам пока налью, я смотрю часто разных всяких медиков, и у меня есть такое ощущение, что они не очень любят говорить о том, что вино полезно, поскольку само по себе такой существует немой заговор между медиками, что вот нельзя говорить, что алкоголь полезен. Вот, ну, есть, конечно, история про то, что там бляшки холестериновые рассасываются от красного вина, ресвератол там в нем есть, который способствует рассасыванию этих бляшек, вот, но и есть там сердечно-сосудистые, как следствие заболевания, от этого уменьшается риск, потому что французы живут долго, тут с кем-то мы разговаривали о том, что французы, почему французы живут долго, от того, что они пьют вино, или от того, что им вообще нам все пофигу? Ну, они просто расслаблены, у них нет стресса, понимаете, ну, такие вот люди вот так воспринимают жизнь, поэтому где оно помогает? Оно помогает в том части, что у него есть вещества, которые нас делают здоровее, или оно помогает просто потому, что мы немножко расслабляемся и забиваем на проблемы жизненные, не знаю, но в любом случае оно помогает. Итак, пиногриджо. Пиногриджо. Возвращаемся от сердечных заболеваний на девичник снова. Да. Вот когда мы только его открыли, оно как-то ярче для меня пахло, пока мы про сердечные заболевания-то говорили. Не чувствую сейчас яркого запаха, возможно, почувствую вкус. Просека прям больше прям. Вот просека, ну, я говорила, что больше люблю. А я вам скажу, в чем вопрос. У нас достаточно большие бокалы с вами. Я вот сейчас буду на вас испытания проводить, Катя. Побуду кроликом. В чашу бокал, я вот смотрите, сейчас вам наливаю. То есть вина должно быть достаточно много, чтобы оно отдало свою ароматику. То есть соотношение вина в чаше бокала должно быть больше. Поэтому давайте сейчас вот попробуем. Ну, мы же сейчас освежили. Да, да, да. Вот, во-первых, вас учили уже мои коллеги, которые приходят к вам гости взбалтывать бокал? Да, мне учили, что вот так. Нет, взбалтывать не учили. Давайте я вас буду учить. Учили три носа. Нет, нет, три носа это... Ему надо дать раздышаться. Давайте, ставьте вот так. Ставьте. И по часовой стрелке начинайте так вращать. Не отрываем. Пока лучше не отрывай, потому что вам так легче будет. Давайте, вращайте. Не-не-не, вот так. Слушайте, я так это распускаю сейчас все. Возьмите, во-первых, чтобы вам удобнее было там перед собой чуть ближе. Покрепче, да? Да, да, и покрепче, и прямо так увереннее, увереннее вращайте. Давайте, закрутите в нем воронку, чтобы пошла прям. Давайте, ведьмы должны прилететь. Как вы так делаете-то? Нет, смотрите, нет, вы сначала вращаете, вращаете. Вращаю, вращаю. Вручу, верчу, запутать хочу. Такое в себе такое вызываете. Вот. И давайте мувору. Ну, уже у вас получается лучше, да. Я прелестная ученица. Нет, вы не делаете резких движений. То есть вам нужно, ну, какое-то такое вот, ну, как будто бы что-то гладите приятное. Вот, теперь нюхайте. Ну, сильнее стал аромат, действительно. Ну, конечно, во-первых, мы больше налили, вот, конечно, вот эти бокалы, они точно, знаете, как это там есть, градация, для чего сколько наливать, вот это уже точно вариант, когда надо хорошенечко выпить, не продегустировать. Ну, девичник у нас уже продолжается, мы просека попили, теперь мы перешли уже к чему-то покрепче. Вы не находите, кстати, что это вино немножко похоже на просека, вот, как будто такое, то есть оно тоже такое легкое, цветочное. Дело в том, что они примерно из соседних регионов, это север Италии. Это пиногриджио, вообще пиногриджио это древнейший сорт винограда, он известен еще как пиногри во Франции, и надо сказать, что у него есть две стилистики, это итальянская стилистика, такая легкая, цветочная, как правило, это север Италии, вот, как раз это либо Венета, либо, так называется, сложный регион. Это фреули, Венеция, Джулия, нет, это фреули, Венеция, Джулия, то есть это регион, который рядом с Венецией, такой небольшой регион, но, кстати, фреули делает более такое маслянистое, насыщенное. Маслянистое это вот осадок по... Нет, маслянистость это мы подразумеваем, ну, хотя вы, да, наверное, в чем-то вы правы, потому что маслянистость, она, ну, это просто густота вина. Вот мы, когда пьем вино и понимаем, что оно, ну, условно, давайте сравним воду и кисель. Вот, допустим, на одной кисель же пили. Ну, в детстве, в детстве маленькая была. Ну, тебе не представляете, что это такое, да? Ну, то есть вот густота киселя и густота воды, да? Ну, с крахмалом же, по-моему, да? Понятно, да, но вот насыщенность и плотность любого вещества может быть измерена по этой, измерена по этой шкале, где сначала начинается с которой от воды и заканчивается киселем, понимаете? Поэтому вот представьте себе, что вот это вино, оно своей густотой, оно, где оно, на какой вот точке этой самой шкалы? Оно с горчинкой на самом деле. То есть оно, вот это вино, вино просека, оно более нейтральное. Вот это все-таки на любителя, на мой взгляд. Потому что у него есть характер какой-то свой. Да, конечно, конечно. Ну, я вам хочу сказать, что я тоже взял не самое дешевое пиногриджо. Я просто хотел вам показать о том, то, что пиногриджо может быть очень разным. И многие производители уже сегодня, ну, итальянцы, с точки зрения того, насколько они такие вот жуликоватые немножко, они могут потягаться с любой нацией, знаете. Вот, и они, понятное дело, ну, продается же. И просто сделать вино, не писать пиногриджо, это уже успех. Поэтому много пиногриджо, которые есть на рынке, они водянистые такие, знаете, незначительные, невразительные. Вот, и я постарался вам специально выбрать фриулию, потому что, фриулию венец и джулию, потому что там делают, как правило, насадки выдерживают вина. То есть они уже с ними работают, то есть стараются в них там внедрить больше всяких веществ. Я думаю, что горчинка как раз появилась от выдержки на осадки. То есть оно более насыщенное. Да, насыщенное, да. Есть пиногриджо, такие, знаете, может быть, даже, кстати, для девичника проще взять там что-нибудь подешевле, такой, значит, полегче, чтобы там пьешь и пьешь, пьешь и писаешь, пьешь и писаешь. Вот, но с другой стороны, я же все-таки в гости пришел, мне же надо какую-то вкусняшку принести. Ну, конечно. Не просто, что Юдич зашел, сказал, принес там какую-то дешевку. Вот, я вам хотел показать такое, ну, неплохое, интересное вино. На мой взгляд, вино интересное, и оно приятно удивит тех, кто пьет пиногриджо, потому что очень часто пиногриджо бывает таким, знаете, действительно слабоватеньким. Ну, да, мы подытожим по этому вину. Эта марка, которую Юрий выбрал, она все-таки такая, знаете, со своим характером, на мой взгляд, не всем понравится, то есть вот пить его, пить и пить и пить и пить целый вечер на девичнике будет, наверное, все-таки тяжеловато. Поэтому, как Юрий правильно сказал, если что-то вам хочется пить из серии пиногриджо, выбирайте что-то все-таки немножечко поводянистее. Но, если вы хотите собраться вот так с подружкой в тесной компании, вечерок посидеть с бутылочкой, то это вполне подойдет. Не делитесь с большим количеством подружек, да? Да, 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 я это имела в виду. С лучшей подружкой можно встретиться, потому что оно достаточно интересно. Вот мы сейчас с вами побывали в Италии два раза практически. Куда дальше едем? Португалию. Португалию. Отлично. Сюда. Да. Так, это мы отставим нашего друга итальянского. Это Виневерде. Мне кажется, я один раз уже встречалась с кем-то из наших гостей. Но мне интересно, что вы расскажете. Да. Виневерде – это регион в Португалии, на севере Португалии, который жил себе жил, не тужил, в общем, делал вина, такие легкие, даже там было больше и красных вин. Вот. И не очень-то они пользовались спросом до тех пор, когда не появилась инициативная группа, появилась, которая… Ну, у нас такое, знаете, брендирование регионами, да, то есть происходит… Какие мы знаем регионы, да, там… Какие мы знаем регионы? Бажалии, Шаблии. И вот появился на карте, в Винной карте мира, появился новый регион. Виневерде его назвали. До этого он так не назывался. И вина из этого региона стали делать в одинаковой, легкой такой стилистике. По сути, это, ну, там, белые бажали, ну, во, да, настолько они свежие, легкие. И еще, к радости потребителей, они стали… У них появилась, значит, такая традиция. Ну, раньше она была обусловлена такой древней технологией производства, когда вино не до конца дображило, а потом еще бродило в бутылке, появлялась газация. А потом, сейчас они так не делают уже, они просто немножко чуть-чуть газируют вино, когда уже на розливе. Это газированное вино? Ну, сейчас посмотрим. Часто бывает так. Сейчас узнаем по хлопочку, вот видите, ну, и наливаем бокал, и узнаем, если оно чуть-чуть газация. Да, чуть-чуть газация небольшая есть, но ее настолько мало, что это не признается по стандартам игристым вином. То есть, это вино считается тихим. Ну, у нас бы это назвали жемчужным вином по нашим ГОСТам. Вот, ну, видите, пузырики маленькие есть, но это где-то полторы атмосферы. Оно в бутылочке добродило, получается? Нет, это вино не бродило, сейчас уже вина не бродит, потому что это с точки зрения логистики, хранения не очень удобно. Ну, может разное быть с вином, оно может перебродить. Вот, просто они его делают как вино, белое сухое, а потом немножко при розливе газируют прям углекислым газом, как газировку. Просто не так много газируют, не как такую сильно, как шампанское. Попробуем. И часто они, кстати, бывают, как вот вам нравятся, полусухими. Аромат-то похож на просеку. Да, ну, здесь идет углекислый газ и очень легкие, такие, знаете, цветочные белые тона. Кстати, вино уже сразу такой дружелюбностью у вас захватывает, да, согласитесь? Ну, то есть пока, пока для девичника мы выбираем все достаточно легкое, чтобы... Пока да. Да, ваш вечер, девушки, продолжался долго и безболезненно. Будем пробовать. Прекрасно, по-моему. Вот я сейчас постаралась посмотреть, а потом не посмотреть, чтобы угадать сухое, полусухое, что это. Ну... Давайте я угадаю. Мне кажется, что оно... На первый глоток вообще мне показалось, что полусладкое, но сейчас я думаю, что может, или полусухое, наверное, все-таки. Права? Да, вы правы, это полусухое. Права, да. По нашим гостам это от 4 грамм до, там, по-моему, 15 или 20 грамм сахара на литр. Вот. Ну, видите, это делается из сортов таких, автохтонных сортов в Португалии. Лаурейру, Оринту, Тражадура. Вот. И почему полусухое, как вы думаете? Потому что... Задам я вопрос и сам отвечу на него, Катерина. Потому что я не знаю ответа на этот вопрос. Я могу, конечно, предположить, предположение может быть... Да, ну, здесь оставляется, конечно, природный сахар. Вот. И надо сказать, что регион таков, Винниверде, что там очень холодные ночи, обусловленные близостью океана. И за счет этого виноград получается очень кислотный. И, конечно, чтобы уравновесить, сделать баланс вину, они часто оставляют больше сахара, чтобы просто вот эту кислотность... А кислотность вы же чувствуете, как она из-под сахара там вылазит, раздирает руками этот сахар и пытается захватить у вас все во рту. Вы знаете, недавно был день рождения у супруга. И взяли мы тогда рислинг. Вроде полусладкое. Белое полусладкое брали. Полусладкий рислинг. Полусладкий рислинг. Ну, гости заказали полусладкий. Мы взяли рислинг. Даже полусладкий рислинг показался мне настолько дико кислым, что я... Это же немецкий сорт, ведь, да, рислинг? Да, это немецкий сорт. И рислинг, конечно, чемпион по кислотности среди сортов. Вообще прям... Ну, вам просто нужно привыкнуть, что вино всегда в балансе, как любой фрукт. То есть любой фрукт, если вы возьмете свежий, созревший, не перезревший фрукт, какой? Персик. Что вы любите? Я манго обожаю. Манго. Манго. Хорошо. Ну, манго, кстати, там кислотности вам маловато. Да. Ну, возьмите персик. Давайте будем патриотами. Крымский персик. Крымский персик. Крымский персик. То есть там же он никогда не бывает просто сладким. В нем же есть кислотность, правда, в персике? Вы просто... Это природная кислотность. Он и кислый, и сладкий. Помидор. Вы любите? Я вот всегда... Салатики. Помидоров. То есть я сегодня напал на астраханские по 700 рублей. Они какие-то такие чудные. Они такие налитые, да. Да, и они такие разноцветные, какие-то полосатые. То есть я ищу помидоры постоянно. То есть помидор тоже хороший. Он тоже и кислый, и сладкий одновременно, правда? То есть в любом фрукте натуральном есть и кислотность, и сладость, правильно? Чтобы вкус был полноценным, в нем должно быть сочетание этих двух параметров. Поэтому винодел, винная индустрия, она это понимая, она всегда, даже вот иногда, знаете, не хватает кислотности, ее добавляют. Казалось бы, да, вы там, как человек, не любящий кислые, скажете, блин, куда ты еще добавляешь? Вот так кислять это. Ты еще туда кислоты бухнул. А на самом деле, ну, это вот свойство натурального фрукта. И чем больше этого фрукта в вине, тем лучше. Поэтому... Ну, вот все-таки, чтобы подытожить, а то я вас рислингом увела немножечко от вины Верды, я должна, наверное, вернуть к теме, если мы берем вино из этого региона. Да, я вот узнала эту чекеночку, она есть на всех винах, и на игристых у них, и на тихих винах. То есть это гарантированно будет кислотное вино? Да, у виню Верды у всего всегда большая кислотность. Вот. И это хорошо. Почему? Потому что виню Верды, поэтому можно, например, с морепродуктами очень хорошо, с креветками, с кальмарами. То есть вообще морепродукты, вот их такой вот немножко чуть нейтральный белковый вкус, он прекрасно кислотностью расщепляется. Вот. И, конечно, вине Верды это всегда будет такое легкое... Единственное, что я вам рекомендую и зрителям, рекомендую всегда брать свежее. То есть сейчас вот это 22-й год. То есть даже уже 21-й год будет уже идти на спад. Именно вина Верды, брать свежая. Да. Ну вообще это касается, в общем-то, по большей части всех белых вин, но есть исключения. Какие? Когда наоборот. Может быть в какой-нибудь следующей передаче мы с вами о них поговорим. Хорошо, оставим интригу. Да, да, да. Я вам назову эти вины. Это шабли, например. Такое вино великое. Некоторым категориям шабли идут выдержки, они предназначены для выдержки. Ну и еще есть ряд вин, которые любят вот такую вот... Это зависит еще от их приготовления. Есть такой, так называемый, оксидативный стиль, при котором вино белое предназначено для большего хранения. Чем дольше оно лежит, тем лучше, условно говоря. Но большинство белых вин, и в том числе виневерды... Кстати, обратите внимание на алкоголь. Девять с половиной. Это просто компотик. Ну да, более легкое. Потому что виноград не дозрел до конца. Ну, вернее как? Чтобы оставить сахар, его чуть раньше остановили брожение, и алкоголь получился не очень высоким. И что это для девичника? Хорошо или плохо? Я думаю, это великолепно для девичника, потому что праздник должен продолжаться. А если пить что-то крепенькое, то праздник очень быстро закончится. Поэтому девушки рекомендую. Мне кажется, прекрасно. Чуть газированная, охлажденная, свежая, не очень кислотная. Вот как бы с тем самым рислингом. Сравните, как все-таки такое в балансе. Да, все-таки это в балансе. Учитывая, что рислинг был полусладкий, это полусухой. Но если вы позволите, я все-таки буду из-за того, что мы пробуем делать свой рейтинг. И вот пока... Просека. Просека, конечно. Почетное второе. Пока третье. Это на мой вкус. На вкус любителя полусладких финн, асти и всего остального. Может быть, кто-то со мной не согласится. Для этого нужно это все попробовать. Рекомендую. Кстати, все это попробовать. Я вам чуть попозже, а может быть и сейчас, расскажу вообще про то, что происходит со сладкими. То есть я тоже, например, любитель сладкого очень большой. Но нас, наверное, отучает от сладкого такое воспитание вкуса. То есть мы постепенно-постепенно понимаем, что нам нужна фруктовость, яркость. И это больше интеллектом. А подсознательно любой организм человеческий, если он не извращенный, он тянется к сладкому. Почему? Потому что голод – это связано с чувством голода. Дело в том, что голод – это одно из базовых человеческих ощущений, которые вызывают страх. То есть человек, когда голоден, он боится всего. Поэтому подсознательно вы ищете еду всегда, когда вы голодны. Энергию. Да, энергию. И лучше всего работает сладкое в этом смысле. Потому что сладкое моментально попадает в мозг и дает вам ощущение сытости. Быстрые углеводы. Да, быстрые углеводы. Поэтому, конечно, любой человек нормальный. Он выбирает сладкое. Это в порядке вещей. Винолюбы в этом смысле как бы они немножко ненормальные. Почему? Потому что они прошли вот этот путь. Либо есть люди, у которых пониженная кислотность. Например, они просто хотят все время кислое. Люди мои на таких, на моих глазах съедали лимон целиком. Понимаете? Просто берут лимон и съедают. Это же ужасно. Я там от маленькой дольки меня уже... Мне аж сейчас стало неприятно. Но мы с вами, понимаете, мы с вами правильные люди. Потому что мы любим сладкое. Это они неправильные. То, что они любят кислое. Но понимая силу вина как истинного фрукта, вот я как человек, который с вином столкнулся достаточно давно, уже много с ним работает. И при этом я не люблю кислое. То есть кислотность это не мой конек. Она мне лишняя в моем организме. Я отдаю должное вину как повторению натурального фрукта. Как повторению натурального персика, натурального абрикоса, натуральной черешни, смородины, натуральной ягоды. Ягоды, фрукты и так далее. Примерно так. Кстати, это вино я бы все-таки дала ему эпитет как раз натуральность. Да, конечно. Оно просто свеженькое. У него даже в послевкусии какая-то такая травянистость. Как будто какой-то травы пожевал там. Ну, мы опять влетели к сладким. А у нас эта тема-то еще вот впереди с вами. Я думаю, разберем. Мы в следующей передаче еще подробно разберем. Давайте перейдем к следующему. Следующий, Катя, я вам принес розы. Давайте посмотрим, что это за красота. Такая реально очень девичья у него этикетка. Такая яркая. Как раз вот прям для девичек. Красная, с цветочками. Цветочки, да. Бабочки какие-то. Что-то тут еще такое. Бабулечки. Бабулечки, да. 2021 год. Тихая. Правильно? Тихая, сухая. Если я не ошибаюсь. То есть для девичника-то у нас пока что все идет сухое и полусухое. Ни одного сладкого или полусладкого вина Юрий не порекомендовал вам. Поэтому мы сейчас, наверное, разбили какую-то такую иллюзию, миф о том, что на девичниках всегда все пьют литрами сладкое. Да. Ну, я хотел вам рассказать о том, что я принес французское розе. Потому что Франция вообще-то основатель розе стиля. И, конечно, лидером это является Прованс по Франции. Знаете, Прованс? Это Лазурный берег. Кто не знает Прованс? И это, ну, скажем, некая территория. Ну, Прованс это во Франции, но Лазурный берег он общий как бы и у Италии, и у Франции. То есть это длинная полоска моря, которая тянется от Лигурии до Ниццы, до Сан-Тропе, до Марселя. И сейчас Ницца, она раньше была итальянской. Марсель сейчас вообще как бы там негров больше, чем белых. Ну, в общем, Франция вещь такая. И розе по всему миру распространено, и по розе нет какого-то стереотипа такого общего, какого-то образца, идеала. Для многих все-таки французский стиль является основополагающим в розе. Вот. Это розе сделан из сорта винограда Сен-Со. Сорты-то очень интересные. А пока открывайте, что это за вино у нас такое розе, когда оно появилось? Может быть, оно что-то известно, его какая-то известная персона любила, рекламировала или продвигала? Вы знаете, ну, вот с розе в Провансе связано имя, как написано было, француза с русским происхождением и с американским мышлением. То есть такой был Саша Лишин. Лишин, ну, фамилия наша. И он очень много сделал для того, чтобы розе стало модным во всем мире. Вообще, я вам хочу сказать, что вот такого цвета вина были очень долго, потому что вина вот в древние времена, вот во Франции, например, Бордо, Клоретта, они были такого вот розового цвета, потому что вино не делали там долгую мацерацию, не выдерживали с кожицы, не достигали такого глубокого красного цвета. И все вина были такие немножко розоватые, легкие. Глупый вопрос. Это вино ближе к белому или к красному по своим характеристикам? Вы знаете, если мы возьмем весь континуум розе, я в свое время на конкурсе международном Мондиальда Брюссель, в котором я участвовал 10 лет, а вот у меня значок даже есть, я бренд-амбассадор этого конкурса, я попал в розовое жюри, так называемое. В хорошем смысле этого слова. Я перепробовал около 150 розовых вин. Вины были из всех стран мира, из Бразилии, из Турции, то есть из таких стран, где вы даже не знаете, что там вино, Алжир там и так далее. И все они были разные. Одно было ярко-красное, как марганцовка, другое было вообще почти на красное похоже, другое было белое. Вот если мы ведем речь о стиле Прованс, а Прованс – это законодатель, мод в розовом вине. Это регион, который возвел розовое вино в эталон, и, ну, начиная от того, что там наших великих супругов, Анджелина Джоли и Брэда Питта, свое хозяйство в Провансе, они делают тоже розовое вино, розовое вино – вино любви и так далее. Там очень много вокруг него такого вот флера маркетингового. И, наверное, все-таки мы можем считать, что определенным эталоном, законодателем является Прованс. И это вино не розовое, не красное и не белое. То есть оно такое всегда вот оранжевое, такой вот, еще этот цвет называют сальман, то есть цвет такого лосося. Оно такое бледненькое, да, такое легкое. И на самом деле это, да, для многих действительно это такое недокрасное вино, да, знаете, как люди поэтому пытаются вот как-то принизить значение розового вина, просто понимают, что это недокрасное. Ну, когда вот, например, сейчас попробую с вами это вино, А вы знаете, для меня это было недобелое вино всегда. На самом деле я его считала... Перебелое. Перебелое, да, потому что мне казалось, что оно по своим характеристикам, вот именно по легкости, ой, сейчас скажу это модное слово, по отсутствию танинов, да, танинов. Да, ну представьте себе, что вы, например, любите красное вино, но вам тяжело его пить, потому что у него много танинов. И в розовом вине танины всегда легкие, но при этом вы можете ощутить здесь те ноты, которые есть в красном вине. То есть это красные ягоды, черные ягоды, где-то даже. Но по запаху-то оно по сути белое, насыщенный такой запах, легкий. Все-таки это уже не белое, оно чуть-чуть побрутальнее. Чуть-чуть побрутальнее. У него есть такая легкая-легкая клубника со сливками, замечаете? Ну, я... Или я внушаю вам. Я знаю, Катя, что вы трудно внушаемая. Вы знаете, у меня не стоят легкие рецепторы, да, очень сложно мне что-то внушить. Да, да, вы юрист, я знаю. Я козерог еще по знаку зодиака, и вообще, то есть, что вижу, то и говорю. Я вашу козерогенную сущность не пытаюсь сломить сейчас, но... Поэтому я еще сделала один глоток. Да, ну, мне кажется, что вам это вино понравилось. Даже уже я вижу по-вашему выражению лица. Я удивлена наличием в нем некой терпкости. И да, действительно, какая-то клубничка. Клубничка есть. Легкая клубничка. Все, Катя со мной согласилась, что клубничка есть. Да, да, да. Это очень интересный вкус. Не белая и не красная. Ну, вот знаете, вот немножко клубника лежала в такой чашке. Вы ее съели, и там осталась внизу такая водичка. И вот вы эту водичку попробовали, вот этот вот такой вкус. С зеленцой, да? Да, с зеленцой, с этими хвостиками там вот этими. Вот это самое точное описание вкуса этого вина, кстати. Мы сейчас с Юрием не привираем, мы это не репетировали. Это абсолютно честное восприятие этого вина. Розовый. Я вам предлагаю, Катя, любить розовый вина сами по себе, не думая о том, на что они похожи, на красный или на белый. Но я еще предлагаю его для девичника, потому что действительно есть категория. дам, которые вообще говорят, я только пью красное вино. Есть такие женщины. Вообще некоторые люди вообще говорят, вино красное. То есть вот у них, знаете, игра в ассоциацию, вино красное. Вот они даже не понимают, что белое вино – это вино. Это на самом деле белого вина куда больше элегантности, куда больше такого, знаете, стиля, с ним тоньше, сложнее работать. И мы, когда говорим о розовом вине, мы понимаем, что оно может как раз дать возможность вот этим любителям красного потихонечку писать на белое. Да. Все-таки это… Ну, наверное, я останусь частично при своем мнении, что все-таки это нечто среднее. Есть черты этого, есть черты этого. Конечно, конечно, да. Но розовое вино растет во всем мире. Оно растет и во Франции потребление, во всем мире растет. Это такой глобальный тренд. Это интересно. Это позволяет, кстати, иногда вот когда виноград не дозрел, например, красный, сделайте из него розовое вино. Хитрости. Такие хитрости, да, позволяют коммерческие хитрости проводить. Поэтому вот как-то так. А в России делают розовое вино? Конечно, конечно, повсеместно. У нас много очень вины из разных сортов. Из Каберне-Свиньон делали, из Мерло, из Гренаша. Есть, не буду называть конкретные бренды, но почти у каждого хозяйства есть свое розе. И это, ну, очень богатое такое направление. Ну, просто действительно спрос на него не сравним со спросом на красное, на белое. Поэтому там просто не очень большие тиражи. Но сделать розовое вино – это вызов для каждого винодела. Отлично. Ну, опять же, для девчонок, мое мнение. Ну, за девчонок. Да, за девчонок. Обязательно попробуйте. Если вы хотите что-то нестандартное для вашего девичника, то есть необычная просека, которую берут все, я вам очень рекомендую. Среди ваших подруг ценители, которые там любят найти какую-то нотку, чего-то в вине, а не просто что-нибудь легенького попить. Этот экземпляр, да, вот именно этот экземпляр, другой розе я пока не пробовала, на самом деле. Надо пробовать. Ну, я на самом деле пришел к вам, чтобы вас познакомить не совсем даже с конкретными винами, потому что это вино сегодня будет, завтра оно будет другим, потому что будет другой год урожая, да и так далее, и так далее. Да и, честно говоря, розлив может различаться. А вот категории, которые мы с вами рассматриваем, они все вот надо экспериментировать, пробовать. Рекомендую. В рейтинг пока не вставлю. Вот сейчас мы попробуем последний экземпляр. И подведем итоги. Да, выдадим его, собственно, наши рекомендации. На финал мы оставили нечто интересное и отличное от другого. То, что, кстати, вот все гости, которые у меня были, почему-то всегда называют чем-то таким, наверное, венцом творения виноделия. Пенонуар? Да, пенонуар. Вы знаете, ну, проще всего поставить на чем-то ярлык, да, и как бы жить в жизни штампами. Но вот если мы хотим провести жизнь думая о чем-то, да, вот все время размышляя, сравнивая, в поиске лучшего чего-то, то мы должны избавиться от этой привычки ставить штампы, создавать стереотипы и так далее, и так далее. Ну, это опять же, извините, что перебило, уточню, чтобы никого не обидеть, что это у меня так в голове отложилось, что это некий венец виноделия. Опять же, вот из того, что мы попробовали, из того, что мы обсудили, из того, что про него рассказали. То есть вы немножечко по-другому, да, считаете? Ну, я вас просто хотел предостеречь, в первую очередь, от штампов. В остальном, да, пино-нуар, это действительно всегда вызов для винодела. Это сложный сорт, начиная от того, что он сложно растет. Он подвержен заболеваниям, сам виноград. У него тонкая кожица. Эта тонкая кожица создает проблемы при винификации, да, то есть она лупается просто. Есть потери большие и так далее. Вот, но в силу того, что он в свое время стал модным, дело в том, что есть такой фильм, замечательный американский, голливудский фильм, по-моему, в 90-х вышел, называется «На обочине». Вот, и в этом фильме главный герой, он винодел, и он все время говорил о том, что вот ему очень нравится пино-нуар, и совершенно не нравится мерло. И действие было таковым, что после этого фильма продажи пино-нуара выросли что-то на 15 или на 16%, а мерло упали на 2%. То есть и посадки пино-нуара стали тоже расти. Пино-нуар стал модным. Почему я выбрал этот сорт для девичника? Давайте об этом поговорим. Потому что этот сорт, он всегда, почти всегда, он достаточно легкий. То есть среди красных сортов он редко бывает таким тяжелым, мощным, тонинным. Впрочем, мы сейчас его попробуем. Тут, как говорится, что обсуждать, не пробуя. Эпитет водянистый. Мне запомнился из наших каких-то прошлых передач. Водянистый – это немножко не та история. Я тоже вам налью побольше, потому что просто бокалы наши, они должны быть наполнены. Потому что иначе соотношение вина и воздуха в бокале оно будет недостаточно правильным. Вот. Пино-нуар. Что такое пино вообще, знаете? Шишка. Шишка. Шишка по-французски. Давайте. Задивитесь. Задивитесь. Чтобы все удачно было. И деньги были. Да. Ну, знакомый запах, на самом деле, скажу. Аромат. Аромат, извините. Не запах, аромат. Да ладно, говорите, как вам хочется, Катя. Ну, это самое. Не прекратите тушеваться. Можете говорить запах, можете говорить еще как-то. То есть здесь главное, вам нужно перестать, как сказать, подходя к вину, вам нужно перестать думать о том, как вы выглядите. Нужно просто, ну, выглядите в глазах других, что-то говоря. Я не имею в виду ваш внешний вид, он прекрасен. Вот, я имею в виду, что вот как вы выглядите, говоря ту или иную фразу. Вам просто нужно получать удовольствие и пытаться найти в вине то, что вам нравится. Давайте говорить про это вино. Да, у него есть запах, он прекрасен. Есть еще и аромат. И все это вместе. Да, и все это вместе. Давайте его разбирать. У нас у каждого сорта, превращенного после в вино, есть свой триггер. Наверное, для пенонуара этим триггером являются такие, знаете, чуть, мы еще иногда говорим, гарные тона, такие немножко дымные. И даже где-то есть еще тона, которые называют животными тонами. То есть это тона легкой фермы какой-то, коровки, такой где-то далеко, которая ходит. Не которая там навозом все уделала. Альпийские луга. Да, альпийские луга. И милка такая. Эта коровка, она чуть пахнет. И такой дает приятный животный тон. И сквозь этот животный тон постепенно начинает проступать красноягодная палитра пенонуара. Она прекрасна. Она часто бывает малиновая, часто бывает клубничная. Сейчас в этом пенонуаре мне все-таки в большей мере чувствуются такие более северные красные ягоды брусника. Что еще там растет? Клюква и так далее. Немножечко я не чувствую. Да? Нужно. Опять же я всегда открою. Нет, я знаю, что Катя невнушаемая, поэтому пришел дядька, говорит, а я тут буду слушать. Да, да, да. Сейчас. Не тут-то было, да? Все максимально честно. Да. Ну так вот, что еще могу сказать про пенонуар? Вот это самая шишка, черная шишка, нуар это черный. Почему шишка? Потому что гроздь имеет форму шишки, она крупная, и у нее очень мелкая ягода, как у большинства технических сортов, которые предназначены для приготовления вина. Пенонуар во всем мире распространен. Его везде любят, особенно после этого нашего фильма. То есть в Америке его стали высаживать. Но, конечно, родина его во Франции. Бургундия считается традиционным законодателем. Мод по пенонуару. И именно вот этот пенонуар. Кстати, бренд Tassik Jumper – это бренд, который делает вина. Это зонтичный бренд, который делает вина из каждой страны. Самый популярный сорт. Там Аргентина, Мальбек, Австралия, Ширас, Новозеландия. У нас пока нет, но я не думаю, что будет делать. Ну, как там служится, непонятно. Но у нас пока еще нет. Мы еще на мировом уровне не так популярны, известны. Они делают, конечно, топовые, известные сорта. Новозеландия, Суиньонглан, Австралия, Ширас, Чили, Карменер и так далее. Аргентина, Мальбек. И вот во Франции, видите, они сделали замечательное символом Франции стала хрюша. Хрюша, да. Замечательная хрюша такая. Почему они выбрали пенонуар? Во Франции очень много сортов распространено. Хороший вопрос. Наверное, потому что все-таки законодателем мод в пенонуаре является Франция. Пенонуар – виноград, который любит холодную такую, знаете, стилистику, холодную немножко, холодные регионы. Поэтому его много в Германии, например. Почему еще я предложил его для девичника? Потому что в Германии он может быть полусухой, полусладкий. И это тоже может удовлетворить ваших девочек на девичнике, потому что кто-то не любит сухое и так далее, и так далее. Ну и, конечно, он – это вино для любви, для нежности. Он такой приятный, легкий. Он соответствует полностью девочковым ожиданиям, потому что в нем нет вот этой наглой брутальности и дерзости Каберна Савиньона, нет присыщенной пряности Шираза, нет такого растекающегося черного ягодного атаки Мальбека и так далее. В нем есть приятная вот эта такая землянистая чуть нота. Наши критики еще говорят «подлесок». Подлесок – это такое собирательное понятие. Вот вы пошли в осенний лес, там уже опала листва, там грибы какие-то чуть-чуть сырой земли. Это, наверное, в аромате. Это в аромате, это называется подлесок. Вот, кстати, да, в аромате чувствуется. Да, этот подлесок, да. И главное, чтобы через этот подлесок начало пробиваться вот это ягодное буйство пенонуара, которое всегда в нем должно быть. Давайте продегустим. Да, и я бы, а я уже углотнул. А я еще нет, я жду вас. Да, да, да. А я незаметно, Катя, видишь, как мастерство-то не пропьешь. То есть только я отвернусь. Я и бла-бла, то есть я уже и выпил. Конечно, он хорош, но я могу именно, этот пенонуар характеризовать как не самый типичный. Он достаточно насыщенный по цвету. Он бывает еще более бледным. Бывает таким, знаете, вот даже он может быть вот как близок к 40 разе. То есть у него часто бывают такие рыжие краешки, рыжие ноты, оттенки. И он бывает такой более нежный, более легкий. Этот пенонуар немножко такой посильнее. Он сделан как бы, я называю этот стиль пережженным. То есть он часто бывает от того, что у этого пенонуара было слишком много солнца в жизни. То есть пенонуар... Перезрел. Перезрел. Вот тут понимаете, что получается, что пенонуар, почему он вызов для винодела? Потому что пенонуар надо сделать чем нежнее, тем он будет более такой стильный. То есть это как, не знаю, какая-то высокая мода. То есть если винодел сделал пенонуар в таком стиле, как вот здесь, это будет вкусно, но это не будет как бы камильфо. То есть это не будет, так знаете, не будет таким... Высшим пилотажем. Высшим пилотажем, да, совершенно верно. И это значит, что винодел не справился с этим вызовом. Он не сделал самый такой елейный, нежный пенонуар, который мы любим все. То есть которым есть прям растекающаяся такая нежность. Я бы характеризовал конкретно данное вино как такое более попсовое, которое понравится всем. Любителям красного, любителям... Но вот любителям пенонуара бургундского, наверное, надо поискать еще другие образцы, потому что этот все-таки он слишком такой вот прямо вызывающий. Смотрите, даже по цвету. Это не пенонуарный цвет. Ну да, он яркий. Это такой он вишневый какой-то такой вот, ну, более такой похожий на обычные красные вины. Ну вот я вижу регион Лангидок. Это уже не первое вино из этого региона, которое мне довелось попробовать, не первый пенонуар. Да, могу сказать, что они похожи между собой. То есть, видимо, это характерная черта региона. Есть Лангидок, да, написано. Ну, неудивительно тогда, что пенонуар получился вот именно таким. Почему? Это как раз из этого региона. Да, Лангидок – это юг, вот, и именно это южный стиль пенонуара, который, в общем, любителям пенонуара настоящего, он не очень заходит, потому что все-таки пенонуар любит север, любит холодные ночи, любит прохладные и дождливые осени. То есть, он такой, знаете, как сказать, капризуля такая. Но если ты с этим капризулей договоришься, то ты поднимешься на небывалую высоту. И поэтому именно эта история, она сделала вот эту славу пенонуара, которую до конца люди не понимают. Они просто покупают пенонуар, пенонуар. Да, потому что это уже у всех на устах. Да, каким он должен быть, они уже до конца не могут понять. Но этот вариант, мне кажется, более бюджетный, чем бургундский, конечно, пенонуар. То есть, для компании девушек, большой компании, где нужно приличное количество пенонуара, чтобы сберечь ваши кошельки, вы можете выбрать вот этот вот насыщенный пенонуар из региона Лонгидок. Я так понимаю, что он примерно полторы тысячи, тысячу стоит. Да, я не помню, но что-то вроде этого. Ну, надо сказать еще, что вот этот бренд, это зонтичный бренд, он есть везде, на всех полках. И это всегда какое-то предсказуемое качество. Но за счет предсказуемости это всякая усредненная история. Потому что, ну, делать пенонуар из Лонгидока, ну, зачем? То есть, мы хотим, ну, если же ты взялся за пенонуар, надо его там пытаться, пусть даже там дорого, подкопить денег, купить, попробовать настоящие бургундские, которые могут тебя вознести там на какие-то там высоты этого винного дегустаторского оргазма, когда ты пьешь вино и восторгаешься им. Ну, знаете, Юрий, для того, чтобы на дегустаторский, так скажем, оргазм вознестись, нужно сначала пройти все ступени понимания вина. Ну, да. Вот я соглашусь, наверное. Ну, откуда на девичники ждется оргазм, действительно? Там одни девушки. Да. Пижамная вечеринка, поэтому для девичника вполне подойдет. Особенно, если вы какие-то мясные закуски туда набрали. Не пожалеете, покупайте из Лонгидока. Вы рекомендуете. Он, кстати, развивается в бокале. Я хочу сказать, что он сейчас вот, продолжая вот эти, сохранять вот эти кожные тона, вот сейчас кожа чувствуется, такое седло. Седло. Нет, седло не чувствую. Опять же, вы более поэтичны в понимании вина, чем я. Я больше такой обыватель. Ну, может быть, в вашей жизни просто не было седла. А, был один раз. Да. В пионерском. Ну, не пионерском, да, пионеров я не застала. К черту подробности, как говорили. В детском лагере каталась на лошадке. Но, опять же, вот хотела сказать, что когда мы только открыли эту бутылку, только, соответственно, заполнили наши бокалы, я на первый взгляд почувствовала некую нотку спиртозности в нем. А сейчас спиртозность прошла, поэтому декантируйте красные вина. Рекомендуем. Это сейчас модное слово, ты же сказала. Пусть оно постоит у нас в бокальчике. Ну, да, да. Ну, в любом случае, вот, насчет использования декантера, ну, это иногда так слишком увеличивает, вот это количество посуды грязной и так далее. Да нет, просто в бокал. Да, да, вы правы, Катя, это можно использовать бокал бургундия, такой более большой, более широкий. У нас, кстати, с вами был. Кстати, да, вот я сейчас подумал о том, что мы его забыли, но, может быть, в других роликах будем использовать. Вот, но в любом случае, этот бокал у вас тоже достаточно большой, он годится для раскрытия вина. И я думаю, что здесь, ну, вот она в любом случае, ну, кстати, я, как сказать, ребята, вот поймите меня правильно, да, я не то, что это вино ругаю, да, я скажу, что это, ну, немножко не совсем пино нуар, но как само по себе как вино, это классная история, потому что оно по-прежнему раскрывается, насыщается, у него осталась вот эта кожная нота, вот дымно-кожная такая, да, и при этом у него пошла ягодность, это в большей мере черная ягода, которая пино нуару как раз не свойственна, то есть пино нуар это всегда клубника-малина, вот, но этот парень поразил своей дерзостью, и он меня увел куда-то вообще в шеразы, куда-то там, ну, в другие сорта, в мальбеки, вот, ну, совсем не в пино нуар. Ну, шераз, вот для меня, тоже я всем говорю, раз с Алексеем снимали, говорю, шераз, на мой взгляд, пахнет металлом, он говорит, это кровь, да, может быть, да, для меня это ассоциация с металлом, да, но это вот бывает часто в таких хороших выдержанных шеразах, потому что там уже выдержки идут, ну, вот австралийский именно шераз, мне кажется, именно так металлом отдают, тут, ну, черная смородинка, наверное, для меня, да, ну, все индивидуально, да, вполне, вполне, но я говорю, здесь больше черно-ягодная палитра, нежели чем красно-ягодная, ну, все-таки подлесок есть, осенний лес, да, такой, вот, и какой-то сырость такая приятная, да, такая грибная, ну, говорит, не грибная, потому что грибами не пахнет, это чудо просто, Катя со мной согласилась, да, ну, вот лесом, ассоциация с лесом возникает после погружения вашего носа, ну, как вам мой комплектик для девичника? Слушайте, очень интересный комплектик, кому девичник предстоит, я сейчас составлю свой рейтинг, а потом Юрий, если позволите, спрошу вас, и попрошу вас составить ваш рейтинг из того, что вы выбрали. Первое место у меня делят, делят товарищ Розе, и Розека. Да, наш верный друг всех девичников – это Розека. Этот экземпляр более интересный, то есть, если вы хотите там посидеть, посмаковать, почувствовать какие-то нотки, клубнички, там, чего-то еще, может быть, вы там обнаружите, то выбирайте Розе. Если вы хотите просто вот… Нажраться. Ну, я… Я этого не говорила. Были мои истории в жизни, но я не буду их рассказывать. Я верная подруга и храню их. Если вы хотите веселый девичник, то берите просека, много просека и апироль. Апироль и апельсинку. Это уже на конец вашего девичника. Ну, вот два лидера. Далее кислотный товарищ из Португалии. Интересный, тоже свежий, нейтральный. Вот, наверное, больше всего с просека общего у них из всех представленных экземпляров. Он. Пинануар. Регион Лонгедок мы сегодня пробовали. Ну, то есть он больше, на мой взгляд, все-таки не для того, чтобы посидеть, посмаковать. Это, наверное, правильно сказали, бургундский пинануар. Это вот под мясо. Если бы взяли мясо. Даже написано, что под мясо. Пожалуйста, берите. Всегда подойдет. Ну, вот пинагриджио как-то вот… Не сошел. Не сошел. Ну, честно, не зашел, но это опять же на вкус. Ну, это именно этот пинагриджио. Потому что я своих рекомендаций не отказываюсь. То есть я считаю, что пинагриджио, особенно вот в итальянском северном стиле, он вообще подойдет для вот такого массового веселого распития. Вот. И он всегда свежий, всегда такой фруктовый. Вот. Наверное, пинагри, как французский вариант, уже делают более маслянистым, потяжелее. И вот и фреули, возможно, он тоже будет больше выполнен в этой французской стилистике. Может быть, поэтому вам показалось, что он немножко тяжеловат для вот этой девичной вечеринки. Вот. А так, в остальном, меня все вины тоже порадовали. Я считаю, что виневер – это всегда беспробечный вариант. Такое, знаете, веселое, простецкое, такое залихватское. Это как бы абсолютно нормально пойдет. Ну и просека. Ну, я вот сейчас вот для себя понял, что, наверное, все-таки для того, чтобы удовлетворить все вкусы, надо брать вот dry, extra dry. То есть, все-таки не брют, не экстрабрют. Потому что все-таки те, кто любит сухое, потерпит этот немножко лишний сахар. А те, кто любит сладкое, им будет приятнее, потому что кислотность там уравновешена вот этим внесенным сахаром, который всегда создает такой здоровый баланс просека. Вот как бы вот такая история. То есть, сегодня мы подтвердили тезис о том, что просека – лучший друг женских вечеринок, и все девочки любят просека. Юрий, спасибо большое. Надеюсь, что наши рекомендации вам стали полезны. Вы вот, готовясь к вашему девичнику, пошли в магазин, что-то из этого взяли и не прогадали. Ну и, соответственно, с вами была Винная гостиная. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин